В очередной раз приветствую всех, друзья! С вами, как обычно, Дрим, и сегодняшний видеоролик посвящен нововведениям в режиме карьеры FIFA 21. Впервые в истории конвейера FIFA 21 появилась в Steam на ПК, и уже сейчас можно оформить её предзаказ. Стоимость стандартной версии составляет 3500 рублей или 23500 тенге. Также, по желанию, можно оформить предзаказ и в Origin на ПК. И если все предыдущие части, начиная с FIFA 14, я покупал в Origin, то предстоящую версию решил приобретать в Steam. Отмечу, что это никак не отразится на онлайне, игроки Steam-версии смогут спокойно играть с игроками с Origin-версией и наоборот. Итак, сегодня мы поговорим о новых фишках в режиме карьеры тренера, а их очень-очень много. Интерактивная симуляция матчей. Да здравствует футбол-менеджер! Если до этого нас просто информировали об исходе матча, то теперь мы сможем вмешаться в его ход в любой момент. Сделать замену, поменять схему и самое главное, войти в игру без загрузочных экранов и абсолютно так же вновь выйти в режим симуляции. Снизу есть 4 раздела. Усталость игроков, оценки за игру, статистика и тактические изменения. В среднем, одна такая симуляция занимает около 4-5 минут реального времени. Групповые тренировки. Ликуйте любителей режима карьеры. EA Sports кардинально изменили привычную систему тренировок. Во-первых, теперь мы можем разделить индивидуальные тренировки на 3 группы. В каждой из групп может быть до 5 человек. То есть за одну тренировочную сессию вы можете прокачать аж до 15 игроков. К примеру, первая группа прокачивает свой дриблинг, вторая владение мячом и передачи, а третья навыки в обороне. Изменение позиций и ампуа. Теперь вы можете переучивать игроков на другие позиции. Благодаря обновленной системе, если вы просто так поставите условного поля Погба играть на фланг, то в этот момент его общий рейтинг и характеристики временно снизятся. Отныне игроку комфортно играть только на тех позициях, которые прописаны у него в профиле. При этом вы можете обучить игрока на новую позицию, но только если она ему действительно подходит. Этот процесс занимает определенное время, после чего новая позиция станет основной, а бывшая основная позиция станет вторичной, и всего у игрока может быть до 4 позиций. Если вы просто так решите переквалифицировать условного Джейдана Санчо из Борусии Дортмунд, из правого полузащитника в правого защитника, то на это может уйти 3 или 4 сезона, но если вы думаете, что из него получится вполне хорошая ложная девятка, то на это может уйти лишь несколько месяцев. То, насколько быстро игрок прокачает свою новую позицию, зависит в первую очередь от его возраста. Чем моложе, тем быстрее. Чтобы изменить основную позицию 34-летним игрокам, потребуется немало времени и стараний. В реальном футболе, кроме позиции центрального форварда, есть такое понятие как ампуа. Чем по-вашему отличаются Мбаппе, Фирмино и Манджукич? Верно, игровой ролью. Вы можете обучать игрока не только новой позиции, но и новой игровой роли. Например, превратить Гризмана в скоростного форварда, при этом акцент на тренировках будет сделан на прокачку скоростных показателей. Либо превратить Дебруйна из плеймейкера в бокс-то-бокса, который будет нацелен на разрушение атак соперника и мгновенное возвращение владения мяча для своей команды. И самое крутое, вы можете прокачивать слабую ногу, звездочки на финтах, а также атакующие защитные воргрейты, превратив ленивого игрока в пахаре – Шарпнес. В игре появится новая система, которая подскажет, насколько игрок готов к матчу. Как и в реальном спорте, на выступления футболиста будут влиять не только физическая готовность, но и моральное состояние, длительность контракта, мотивация на конкретного соперника и общее настроение, исходя из результатов команды. Если игрок не имеет игровой практики, то у него будет низкий Шарпнес, а следовательно он начнет понемногу терять свой общий рейтинг в зависимости от своего возраста. Теперь оценка за матч будет влиять на настроение игрока. Система управления активностью. Теперь вы сами решаете, когда в течение недели команда должна отдыхать, а когда тренироваться. Очень важно правильно настроить эти параметры в зависимости от частоты игры в этом месяце, результатов команды и ее физической готовности. От этого показателя будет зависеть, насколько бодрой или вялой будет выглядеть ваша команда на поле. Но если вам совсем лень каждый раз вручную следить за этим процессом, вы можете делать это раз в месяц. Трансферный рынок. Появится возможность покупать игроков в рассрочку, то есть не выплачивая всю трансферную сумму за раз, а платить ее в течение полугода или года. Также наконец-то вернулась полноценная возможность арендовать игрока с опцией дальнейшего выкупа. Тренеры других команд будут отправлять вам предложения об обмене игроков, как например переход Артур Пьянич в реальной жизни. Подписание игроков. Этот процесс стал чуть сложнее. Теперь на вероятность подписания контракта с игроком будут зависеть такие факторы, как например договорился ли игрок о сумме отступных, имеет ли предложение от других клубов, выставлен ли он на продажу или в аренду, то на каком месте в чемпионате идет команда, которая хочет подписать игрока, сравнение игровой роли в этой и в будущей команде и самое главное, совместимость позиции в игровой схеме в будущей команде, исходя из вышесказанных нововведений. То есть шансов будет меньше, если вы пытаетесь подписать центрального атакующего полузащитника в Барселону, так как в игровой схеме каталонцев нет этой позиции. Завершение карьеры Теперь игроки будут завершать карьеру ближе к 40 годам, и только в том случае, если это их последний год по контракту. Также это значит, что условный Лионель Месси при 30 забитых мячах за сезон не будет падать в рейтинге. Молодежная академия Теперь при старте карьеры вам не придется покупать скаута за 5 миллионов евро, чтобы тот отслеживал талантов для молодежной академии. В клубе изначально будет работать один из трех скаутов, а в академии с самого начала будет несколько воспитанников. Также теперь вы можете отправлять скаутов в такие страны, как Украина, Сербия, Уэльс, Албания, Молдова, Литва, Латвия и Эстония. Список рандомных имен и фамилий для молодых игроков был значительно расширен. В меню управления молодежным составом можно сортировать игроков по рейтингу или потенциалу, а также показывается число звездочек на слабой ноге и финтах, до того, как вы подписали их в основную команду. Задачи от руководства. Задачи стали более приближены к реальности. Такие задачи, как продажа билетов или заполняемость стадионов, были заменены на количество побед в сезоне, домашнюю победную серию или количество игр без поражений подряд. Что касается задач по развитию молодежи, то вместо одного сезона, теперь вам дадут два сезона для того, чтобы развить внутриигровых воспитанников, постепенно привлекая их в основной состав. Продление контрактов. Клубы будут еще усерднее пытаться продлить контракты со своими ключевыми игроками. Больше никаких свободных агентов в виде Месси или Мбапе. Ни при каких обстоятельствах. Перед стартом карьеры в настройках появился новый параметр, отвечающий за строгость в трансферных переговорах. Если строгость будет включена, то Реал Мадрид ни при каких условиях не будет пытаться купить игроков Барселоны, а преданные игроки как Месси вряд ли покинут свой любимый клуб. Если строгость будет отключена, то вы можете в первый же день карьеры подписать Месси в условно Нью-Кассел, лишь бы финансы позволяли. Также при отключенной строгости вы можете подписать игрока, который в реальности недавно перешел в новую команду, а не ждать при этом несколько трансферных окон. Режим конкурента Опция доступна лишь в режиме карьеры, при включении которой искусственный интеллект будет играть против вас в зависимости от ваших умений. Если эта опция будет хорошо проработана, то станет одной из моих любимых, ибо уже надоело проигрывать условному Эй-Бару, владеющему мячом 60% времени. Рома и Ювентус Если вы играли в FIFA 20, то знаете, что такое пиоменте кальчо. Это команда, в которой играет Криштиану Роналду, то есть Ювентус. К эстафете потери лицензии на команду присоединяется Рома. Клуб сохранит оригинальное название, но логотипы формы будут не настоящими. И парочку изменений по геймплею, которые мне понравились. Теперь, если на вас сфалили, но атака продолжается, вы можете нажать L2 плюс R2, чтобы остановить игру и попросить штрафной. Теперь абсолютно каждый игрок может исполнять все стандартные финты с помощью правого стика, но их качество будет зависеть от количества звезд на финтах. А на этом все. Конечно, мне бы хотелось более глобальных изменений, но уже вполне неплохо, согласитесь. И я жду не дождусь, чтобы опробовать новую FIFA 21, режим карьеры, начать его записывать, конечно же, и за Барселону, и за какой-то другой клуб. Времени у меня будет больше, чем в прошлом году на эти дела. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, и также пишите, какие улучшения в режиме карьеры хотели бы увидеть лично вы. Например, изменение спонсоров, изменение формы после каждого сезона, улучшение стадионов, либо другие возможные изменения в дальнейших версиях FIFA. Всем удачи, всем пока. Болейте только футболом.